Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня мы будем обсуждать предстоящие выборы, которые состоятся 10 января. Многие из вас еще не приняли решение участвовать в этом голосовании или нет, хотя я последние минимум две недели объясняю, что выходить на бойкот, не участвовать на выборах, это именно на парламентских выборах не выход. Более того, ваше неучастие на выборах сильно хочет режим султана Назарбаева. Как вы знаете, про Назарбаевскую партию, которая изображала, что она является якобы оппозиционной партией, партия ОСДП, она по приказу Назарбаева отправлена якобы на бойкот. Вообще, на самом деле, мы все должны осознать, что 10 января это очень важный и ключевой день для всей нашей страны. Многие наши казахстанцы все время говорят о неком дне Икс. Ну, говорят так, что в день Икс мы все выйдем. Что за день Икс? Они говорят так, назначьте день Икс, и мы в этот день Икс выйдем, и мы не хотим тратить время ходить на митинги, мы просто выйдем и снесем этот режим. Так вот, на самом деле, тот самый день Икс настал, это 10 января. Почему именно 10 января день Икс? Потому что это один из дней, на самом деле, который возможен раз в 4 или раз в 5 лет, в данном случае раз в 4 года. Эти даты совпадают с днями массовых выборов, или президентских, или парламентских. Так вот, обычно в эти дни на избирательные урны могут пойти около 12 миллионов избирателей, тех людей, которые имеют право голосовать. Но практика показывает, что в нашей стране на выборы ходят не более 50% населения. И поэтому 6 миллионов человек по официальной версии, это 50% тех, кто имеет право голосовать, пойдут на выборы 10 января. Вот представьте себе, вот представьте себе такой день, 6 миллионов человек в течение дня идут в одни и те же места, именно избирательные участки. Представляете, какая масса двигается в сторону избирательных участков. И при этом, в другие дни, когда мы объявляем о проведении митингов, или каких-то крупных мероприятий массовых, вы знаете, что власть препятствует, задерживает именно активистов, которые могут являться организаторами таких митингов. И, ну, как правило, эти митинги не очень многочисленные. А именно они многочисленные тогда, когда по естественным или каким-то причинам большое количество людей выходит на улицы. Это какие-то массовые праздники, какие-то массовые мероприятия. И вот 10 января на улицы нашей страны выходит минимум 6 миллионов человек. То есть это такая возможность, когда полиция вообще ничего не сможет сделать, препятствовать, мешать, задерживать, потому что в этот день вся страна идет на голосование. И 10 января, как вы знаете, у нас будут выборы в парламент страны. Опять же, многие справедливо говорят, какой смысл голосовать, если все партии на султана Назарбаева. Это правда. Но здесь мы применяем замысел, который напугал Назарбаева, напугал всю его команду, состоящую из силовиков. Ну, давайте мы немножко вернемся назад. Помните, когда я призвал голосовать за ОСДП, и чтобы мы отобрали голоса у Нуратана? Вы помните, многие со мной не соглашались, но в первую очередь, именно власть осознала угрозу этого замысла. Угроза заключалась в том, что миллионы человек, а не все противники режима, проголосовали бы за партию ОСДП, и тогда Нурсултан Назарбаев был бы вынужден именно массово фальсифицировать итоги выборов. Массово. Он и так будет фальсифицировать итоги выборов. Но есть же разница, подбросить себе лишние 20% или подбросить себе лишние 70%. Чем больше он будет делать фальсификации, тем больше возможности это зафиксировать, увидеть, схватить за руку, тем больше информации будет уходить в информационное пространство, когда наши граждане могут сказать, наши голоса крадут. И именно 10 января тот самый случай. И давайте мы поймем, насколько это оказалось эффективным. Как только мы это заявили, о том, что нужно проголосовать за партию ОСДП, при этом сразу оговорились, сказали, что это партия Нурсултана Назарбаева, которая изображает, что она якобы оппозиционная. Что тут произошло? Функционеры от партии ОСДП начали делать заявление, что они будут принимать всех, пожалуйста. Вообще никаких вопросов нет. Вы знаете, там один из заместителей председателя партии заявил, что вообще какие проблемы, приходите. Ну и что получилось? И недели не прошло, как партия ОСДП провела съезд и объявила бойкот. ОК, не проблема. Мы тогда приступили к следующему нашему плану, план Б. Мы объявили, что давайте голосовать за партию АКЖОЛ. Почему АКЖОЛ? Потому что у нее филиалы по всей стране, потому что АКЖОЛ наиболее известны, и вообще нет разницы, за кого голосовать. Но почему именно АКЖОЛ? Потому что там плачущий все время Перуашев, в стране известный, является объектом насмешек. И мы понимали, что именно это делает узнаваемым партию, и собственно наш замысел тоже становится широко известен. Потому что многие люди задают вопрос, вы что, как можно голосовать за этого плакальщика Азата Перуашева? И мы сразу отвечаем, нет. Вы не голосуете за этого плакальщика Нурсултана Назарбаева Перуашева. Вы голосуете против Нуратана. Вы отбираете голоса у партии Нуратан. Партия АКЖОЛ это просто троянский конь. Через него мы меняем режим, выгоняем Нурсултана Назарбаева. Вот в чем был замысел. Но тут противники этой идеи начали говорить, нет, нужно идти на бойкот, нет, нужно отбирать куда-то в карман, класть бюллетени. Ну вот смешные такие предложения были. Следите за реакцией власти. Когда вы за ними следите, вы будете понимать, боится этого плана власть или не боится. Как только мы заявили, голосуем за ОСДП, раз, ОСДП упало. Как только я призвал голосовать за партию АКЖОЛ, ночь не продержалась этой партии, утром объявила, что на два месяца объявляет мораторий партии, не принимает членов партии, потому что мы сказали, что чем больше членов партии зайдет со стороны наших активистов, противников режима Нурсултана Назарбаева, тем больше вероятность того, что мы проведем съезд этой партии, получим большинство, снимем этого плакальщика с должности председателя партии, и все, эта партия будет под контролем народа. Что случилось? Утром на следующий день эта партия объявила, мы никого не принимаем. Во все филиалы партии поступил приказ не принимать заявление. Видите? Значит, мы на правильном пути. Значит, именно призыв голосовать за партию АКЖОЛ, отобрать голоса у партии Нуратан, является эффективным оружием против этой системы, против воровского мафиозного режима Нурсултана Назарбаева. Вы видите? А вы можете сказать, что на другие предложения власть так болезненно среагировала? Нет? А теперь дальше давайте посмотрим. Активисты по всей стране начали распространять листовки. Листовки простого содержания. На листовке был плакальщик Азат Первашев и внизу перечеркнута партия Нуратан и призыв «Голосуем за АКЖОЛ». И представляете, что происходит? Во всей стране полиция получила команду преследовать активистов, отбирать эти листовки, штрафовать. Придумали ссылку на кодекс, якобы это нарушение, что эти листовки должны иметь исходные данные, в какой типографии печаталось и так далее. Извините, уважаемые друзья. Но это же абсурд. Получается, если кто-то напечатает в типографии, не в типографии, а у себя дома на принтеры эту листовку, то уже власть не разрешает это делать. Представляете, что они делают? Конечно же, существует масса всяких ссылок на другие законы, которые позволяют свободно распространять эту информацию, агитационные материалы. Но представьте себе, что хочет сказать власть? Власть хочет сказать, что никто не имеет права самостоятельно агитировать. Никто не имеет права заявить себя активистом партии АКЖОЛ, просто ее сторонниками. И никто из этих людей не имеет права агитировать. Представляете, что они хотят сказать? Это просто прямо противоречит закону о выборах. Это прямо противоречит Конституции, когда у каждого гражданина есть право участвовать в политической деятельности и быть членом той или иной партии. Или быть ее сторонником, в конце концов. Так вот, что мы видим? По всей стране идет охота за этими листовками. По всей стране стараются задержать таких активистов, изъять листовки. Какие листовки? Листовки с призывом голосовать за партию АКЖОЛ. Вы видели листовки с призывом бойкотировать? Вы видели, чтобы тех людей, которые призывают бойкотировать, чтобы этот режим задерживал? Нет. Вы видите только тогда испуг власти, когда мы делаем те или иные обращения и призыва. В данном случае призыв голосовать за партию АКЖОЛ. И в этом случае власть пытается препятствовать, препятствовать, нарушая закон о выборах. И вообще очень смешно, когда это официальная партия, плакальщик Перуашев, который плачет по Назарбаеву, который реально является человеком Назарбаева, эту партию мочат с одной стороны, если определенные люди, активисты ходят с листовками партии АКЖОЛ, их мочат. А если другие люди такие же ходят, но с другими листовками, которые тоже призывают голосовать за АКЖОЛ, их не трогает. Вы представляете, какое раздвоение личности сейчас у полицейских? Нужно смотреть на листовку. Хорошо, если листовка одинаковая, смотреть на лица. Как полиция будет принимать решение преследовать тех или иных граждан за то, что они распространяют агитационные материалы АКЖОЛ? Вы видите, да, в каком трудном положении сейчас находится режим и является посмешищем. То есть официальная партия, провластная, народ призывает за нее голосовать и власть напугана. Что нужно делать? Нужно делать то, чего боится власть. Она сейчас боится, чтобы мы все занимались агитационной деятельностью, призывали голосовать за АКЖОЛ. Понимаете? Чего боится власть, именно это и нужно делать. Поэтому, уважаемые друзья, по реакции власти вы можете понять, что наиболее правильно в данной ситуации. Когда все партии, которые идут на выборы, являются Назарбаевскими, и тут мы принимаем решение, а давайте голосовать за партию АКЖОЛ. Представляете, какой испуг у власти. Конечно же, еще не наступила дата голосования, 10 января, а уже эта власть непрерывно делает нарушение, нарушение именно связанное с законом о выборах. Вы представляете, ходят студенты, их принуждают, они распространяют листовки, идет подкуп избирателей, в интернете тоже очень много информации о том, как этот подкуп осуществляется. Далее, в школах берут данные, не только в школах, вообще в разных государственных заведениях, предприятиях берут данные родственников, чтобы затем просто сказать, что эти люди проголосовали, даже если они не пришли. Везде идет фактически агитация только нуратан. Посмотрите телевидение, рекламные плакаты, посмотрите, они бесплатно ездят в автобусах, эти агитаторы. Везде в учебных заведениях, в других государственных учреждений идет навязывание, заставляет голосовать за партию нуратан. То есть непрерывно идет нарушение. И мы должны эти нарушения фиксировать, и мы понимаем, что эта партия, имея неограниченные финансовые ресурсы, не имея неограниченные силовые ресурсы, именно прокуратура, суды, полиция, все работает в пользу нуратан, но при этом эта партия проигрывает в опросах общественных опросах, проигрывает. 87% людей, неделю назад мы проводили опрос, готовы были голосовать за партию Акжол, а рекламная кампания только началась, как вы понимаете. Поэтому сейчас ситуация у нуратана катастрофическая. Что мы должны делать? Мы говорим о том, что 10 января это критически важный день. Миллионы людей живут труднейшей жизнью, миллионы людей не могут найти работу, миллионы людей получают ничтожную заработную плату или пенсию, многие из вас не могут получить лечение. Проблем миллионы, особенно они усугубились после того, как включился в стране режим карантина, так называемый. миллион людей потеряли работу. И вы все себе задаете вопрос, а что же делать? Я скажу так, если жить по-старому, по-прежнему, если ждать некого героя, который должен прилететь и все решить, мне говорят, Мухтар Кабулович, снесите их, уничтожьте эту преступную власть, то есть я один должен прилететь и все сделать. Ну вы понимаете, я не Бэтмен, и это нереально. И потом ожидание, что кто-то должен прийти сделать. Я, говорит, наблюдаю за вами уже несколько лет и ничего, никакого результата нет. Ну, конечно, если вся страна будет наблюдать, то результата не будет. Вы посмотрите, где есть результат, где люди собираются и начинают быстро действовать. Ко мне обратились железнодорожники, говорят, расскажите о наших проблемах. Ну, я задаю вопрос, а почему вы их не озвучиваете? Они говорят, нам страшно. Тысячи железнодорожников в этой компании, Казахстан Тимуржилы, работает около 150 тысяч человек. И они обращаются ко мне, чтобы я озвучил их проблему. Вместо того, чтобы ходить, в конце концов, на забастовке или на митинге, они боятся озвучить свои проблемы и говорят, чтобы я озвучил. Представляете, до чего доходит. Но кто же будет защищать ваши интересы, если вы сами не готовы их защищать? Если вы не готовы защитить свои интересы, свою семью, то ясно, что вы не будете защищать страну. Нас завоевать это вообще один батальон со стороны Китая и наши люди даже не шевельнутся, тоже будут говорить, а что мы можем сделать? Вот такая вот, к сожалению, ситуация. Что нужно сделать, чтобы изменить? Надо коренным образом поменять свое мышление. На самом деле изменения огромные. В марте 18 года люди боялись выйти обычными голубыми шариками на Анаурос. Это два года назад было. За это время мы провели огромное количество митингов, масса акций, протеста. Сейчас уже не проблема. Люди выходят открыто на митинги, люди открыто критикуют власть, они открыто заявляют, что пойдут на митинги, более того, призывают, попадают в тюрьмы, их штрафуют, они все равно снова и снова выходят. Ситуация в стране изменилась. Изменилась не только в нашей стране, она геополитически изменилась в мире и среди наших соседей. Кыргызстан недавно сделал революцию, в России тоже идут бурные процессы, вы видите, что происходит в Беларуси, и нам в этой ситуации для себя нужно принять решение, что будем делать мы. Мы уже не можем себе сказать, что выйдем на митинг и будем ходить кругами, неделями, месяцами, мы все понимаем, что белорусы молодцы, они преодолели вот этот момент, когда всего боялись, начали выходить, и сейчас понятно, что Лукашенко находится в полной международной изоляции, организованный мощный санкс со стороны Европы и Америки, против него, против его ближайшего окружения идут удары конкретно, целенаправленно и внутри страны каждую субботу воскресенье десятки тысяч людей выходят на акции протеста и наступит момент, когда этот режим падет, потому что никто его не поддерживает, все эти люди, которые прошли испытания, прошли тюрьмы, они никогда не простят Лукашенко, никогда. И вот сейчас у нас такая же ситуация, как у белорусов, которые использовали президентские выборы, когда можно было пойти на избирательные участки тысячами, и они воспользовались этой возможностью и начали фактически ломать этот режим. У нас такая возможность 10 января. Мы сейчас озвучиваем следующий план действий. 10 января мы выходим на избирательные участки, голосуем, контролируем, ловим за руку фальсификации однозначные будут, потому что миллионы будут голосовать против Нуратана за партию Акжол. И наша задача, чтобы на избирательные участки пришли не 6 миллионов человек, а 10 миллионов или 12 миллионов. Наша задача убедить всех избирателей, чтобы они пришли в тот день на избирательные участки. наша задача, чтобы 10 января миллион людей не просто пришли на избирательные участки, не просто проголосовали за партию Акжол и не только ловили за руку фальсификаторов, но и в тот день вышли на митинг и не просто вышли, а просто в тот день снесли этот режим. Многие из вас говорят, а как мы будем ловить за руку те, кто подделывает бюллетени? Они говорят, что нам же будут запрещать контролировать, наблюдать, запрещать снимать на телефон. Уважаемые друзья, на самом деле что могут сделать те люди, которые будут находиться на избирательных участках? Там 10 учителей или представителей этих партий, 2 полицейских и все. Ну 15 человек, хорошо. Но на избирательных участках будут тысячи протестующих. Эта власть делает, что хочет, плюет на закон, делает, что хочет, вообще не смотрит на настроение людей, на законность. А почему вы должны бояться каких-то 10-15 человек, которые откровенно подделывают бюллетени, нарушают закон, между прочим, по этому закону срок до 4 лет тюрьмы? И почему вы должны бояться, если на ваших глазах воруют ваши голоса? И почему вы должны бояться двух полицейских, которые тоже участвуют, прикрывают это воровство? Более того, они преступники, они вместе с этими людьми нарушают закон, то есть закон на вашей стороне. И не нужно у них спрашивать разрешение, просто приходишь, снимаешь, просто стоишь, просто вас там много, вы просто полицейскому говорите, парень, иди отдыхай и вообще следи за законностью, это первое. И второе, самое главное, мы на этой неделе объявим весь маршрут движения по всем городам. Я сейчас остановлюсь на двух городах, Астане и Алматы. Во-первых, 10 января нужно не просто выйти на митинг, 10 января нужно менять режим. Мы должны эту установку, эту команду заложить себе голову, потому что это позволит изменить режим. В принципе, это позволит изменить вашу жизнь к лучшему. Это позволит вообще начать строительство новой демократической страны. Вы понимаете, какой исторический шанс у нас 10 января? И такого шанса не будет у нас еще минимум 4 года. Неужели вы хотите снова и снова прозябать, снова и снова жаловаться на свою несчастную жизнь, не иметь жилье, получать низкую зарплату, зная, что каждый год 30 миллиардов долларов эта политическая верхушка ворует эти деньги у вас, зная, что эти деньги, как только мы не дадим воровать на зарбаевую окружение, они придут в экономику страны, и ваша зарплата увеличится в несколько раз, изменится в нашей стране все к лучшему, на ваших глазах, не через программу 20-30, а немедленно. Неужели вы не хотите изменить свою жизнь немедленно, завтра, в течение двух месяцев после того, как произойдет смена власти? Я уверен, что миллионы этого хотят, а раз так, раз так, то 10 января следующий план, мы собираемся например в Астане в шести местах, с 10 до часа идет процесс голосования дня, с пол первого дня до пол второго в этих шести местах собираются те люди, которые готовы действовать. Затем мы собираемся в одном известном месте, в Астане например это дворец Жастар, там 9 июня год назад мы организовывали митинги, там были тысячи протестантов, тысячи. В этот раз у нас аналогичная возможность, но мы не должны это упустить. Итак, 14 часов мы собираемся у дворца Жастар, час митинг с требованием отставки Назарбаева и ближайшего окружения, в 3 часа дня эта масса двигается в сторону Акорды и происходит следующее масса просто заходит в здание Акорды заходит здание правительства заполняет собой и все в этот день нет правительства Назарбаева нет Назарбаева власть меняется обязательно обязательно на этих протестах будут активисты которые будут возглавлять вы говорите нам нужен лидер не будет одного какого-то лидера который прилетел 100 метров высоты которого не берут пули которые не могут задержать полицейского такого не бывает даже в фильмах Голливуда поэтому поиск такого человека из-за которого можно спрятаться и он всех раскидает и один все сделать этого не будет будут лидеры на местах на всех участках 6 мест мы объявим места сбора затем эта масса стянется к дворцу Жастар безусловно среди вас будут лидеров лидеры которые поведут эту массу на аккорду и надо занять заполнить так было в Армении люди пришли и заняли мэрию заняли администрацию президента и власть в этот день пала так же было в Кыргызстане днем начали ночью закончили нам нет смысла ждать итога выбора говорить себе а вот надо дождаться итогов выбора течение короткого срока после 10 декабря как только начался агитационный период эта власть уже дала нам тысячу поводов сказать что эти выборы нелегитимны а значит нелегитимны вся политическая верхушка которая совершает преступные действия а и они 10 января с самого раннего утра начнут организовывать карусели они начнут сбрасывать множество множество фальшивых бюллетеней но разве эти преступления власть совершает сейчас и только 10 января у нас огромные счеты к этой политической верхушке Назарбаев обладает состоянием минимум 200 миллиардов долларов его родственники миллиардеры все они работают только на государственных должностях и вы знаете что эти воры которые 30 лет обворовывали нашу страну и нам не нужно никаких доказать именно 10 января что наш бюллетень куда-то что-то не так занесут мы все знаем эти так называемые политические деятели во главе с Назарбаевым являются коррупционерами они воры которые украли наши будущие настоящие они украли у нас все и поэтому нам не нужно ждать следующего дня как некоторые предлагают а давайте итогов выборов дождемся нет нам нужно воспользоваться что именно 10 января минимум 6 миллионов человек будет на избирательных участках вот чем надо воспользоваться поэтому уважаемые друзья план следующий в столице люди собираются в итоге около дворца Жастар формируется масса далее Ахарда и здание правительства в Алматы в Алматы мы тоже с 10 до часу дня призываем идти голосовать с пол первого дня до пол второго мы обозначаем 6 мест где необходимо собраться и полиции будет сложно блокировать такое количество мест во первых в тот день ну в Алматы в частности почти 550 избирательных участков и там по 2 полицейских должно стоять как минимум это более тысячи полицейских они пропадут фактически на этих избирательных участках а в Алмате максимум 3000 полицейских и в Астане то же самое поэтому в тот день власть будет обессилена не будет возможности иметь большие силы для того чтобы противостоять демонстрантам а мы не только должны быть демонстрантами мы должны быть активными мы не должны позволять полиции задерживать людей нам нужно быть вместе обедняться нас будет минимум в 10-20 раз больше и это отличная возможность просто делать то что мы считаем правильным никаких разгромов ничего ломать не нужно просто прийти и взять массы тот же пример Армения показывает когда протестующих минимум в 10 раз больше у полиции нет выбора как перейти на сторону народа а мы знаем что наша полиция тоже живет тяжелой жизнью получает всякие разные кредиты живут в общежитиях у них ненормирован рабочий день их заставляет заниматься не прямыми своими обязанностями а защищать режим преследовать активистов и им это тоже не нравится я уверен что как только на улицах будет тысяч людей они тоже перейдут на сторону народа и этого недостаточно однозначно нужно занимать административные здания просто заходить и заполнять не захватывать как будет власть говорить что экстремист и так далее нет заходить и заполнять те здания которые построены на ваши деньги на ваши налоги и часть из которых значительная часть постоянно крадется этой политической верхушкой мы заполняем собой эти административные здания вытесняем представителей власти Нам такая власть не нужна. Следующий шаг. Кто же будет руководить страной? Я о принципе предыдущих эфиров многократно об этом говорил. Обязательно внутри всего этого процесса, лидерами этого процесса будут активисты, и они все знают, что будет функционировать временное правительство. Временное правительство демократического выбора Казахстана. И мы назначим это временное правительство главным действующим лицом, распустим парламент. На местах будут назначены временно исполняющие Акимов, и в течение шести месяцев пройдут выборы. Пройдут выборы, народ выберет своих представителей в парламент, парламент выберет премьер-министра, министров. Мы поменяем конституцию, у нас не будет должности президента, Назарбаев должен быть арестован именно 10 января. Это наш план действий. Да, власть будет нам препятствовать, но нас во много раз больше. Их несколько десятков тысяч полицейских, которые стоят на измене, готовы в любой момент перейти на сторону народа, и узкая политическая верхушка, в лучшем случае 200 человек, которые командуют полицейским или какими-либо другими силовыми структурами. Их мало, нас миллионы. Именно 10 января нас именно миллионы. Миллионы, которые выйдут голосовать. Миллионы, которые имеют перед собой выбор, жить той самой нищенской жизни, безрадостной и далее, или все-таки решиться на активные действия. И это все 10 января. Поэтому, уважаемые друзья, нам надо сейчас себе сказать, 10 января мы меняем режим. 10 января мы должны посадить в тюрьму Мурсултана Назарбаева. Когда мы себе дадим такую установку, мы будем готовы внутренне уже принять активное участие в этих действиях. Итак, 10 января мы меняем режим, сажаем в тюрьму Назарбаева, заявляем о создании Временного правительства, затем в течение шести месяцев проводим выборы, отказываемся от должности президента, народ должен контролировать власть. 10 января на выборы голосуем за Ахжол, арестовываем Назарбаева, строим новую страну.